Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ТУВА24 в студии Даян Донсюрюн. Сегодня в выпуске. Парашютисты-десантники прибыли из Рязанской области. Избирательные участки открылись в 8 утра. Выбираем депутатов в единый день голосования. В школах республики организовано горячее питание. Тайны богатого захоронения скифского война. А теперь об этих и других событиях более подробно. В связи с возникновением сразу нескольких очагов возгорания в лесах ТУВА в республике распоряжением главы объявлен особый противопожарный режим. Въезды в лесные массивы запрещены. Места проездов перекрыты сотрудниками ДПС, МВД и Росгвардии. В том числе и на станцию Тайга. На сегодня по всей республике с пожарами борются более 300 человек. Алден Кызбуян продолжит тему. В связи с установившейся на неделе жаркой, сухой погодой, сразу в нескольких местах загорелась Тайга. Так, вечером 7 сентября видеокамера, установленная на вышку сотовой связи, зафиксировала сразу 4 возгорания на станции Тайга. На место незамедлительно были направлены более 50 человек. И здесь находится не только личность 155-я бригада, но и лесоохрана, и добровольно-пожарная служба. Все задействованы. Стараемся минимизировать пожары на территории станции Тайга. Всего на тушение пожаров на станции Тайга задействовано 3 единицы техники и более 50 человек. У нас люди оснащены бензопилами, воздуходовками, ранцевыми лесными огнетушителями. Также сюда был направлен трактор для опашки, чтобы распространения огня не было. Быстрое распространение огня возникло из-за сильного ветра. Учитывая сложность пожаров, помощь огнеборцам были направлены военнослужащие 55-й бригады. Было принято решение о выделении штатной пожарной команды бригады на двух единицах пожарных автомобилей для оказания помощи силам и средствам республики. А также содержится в постоянной готовности отряд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от воинских частей гарнизона в составе 100 военнослужащих. Всего на ликвидацию пожаров по республике задействовано более 250 человек. Также привлечены дополнительные силы из 50 огнеборцев из республики Хакасия. Прямо с борта на тушение пожара высадились прибывшие из Рязани 50 десантников авиалесоохраны Тувы. Напоминаем, что все въезды в лесные массивы запрещены, а за нарушение особо противопожарного режима штрафы увеличены в десятки раз. Жителям республики, в том числе и в населенных пунктах, строго запрещено разведение костров и сжигание мусора на своей территории. Жители и гостей столицы республики призывают соблюдать меры безопасности в условиях противопожарного режима. Напомним, что действуют ограничения на въезд транспортных средств в леса и пребывание в них. Также запрещены проведение пожароопасных работ на землях сельского значения, разведение костров, сжигание мусора и использование открытого огня. К другим темам. Сегодня, 9 сентября, избирательные участки Тувы по выборам в представительные органы в ряде муниципалитетов и дополнительным выборам в Верховный Хурал Республики Тува приступили к работе. Всего работают 68 избирательных комиссий. В этом году, в единый день голосования, в Кызылском районе в выборах участвуют свыше 11 тысяч избирателей. С избирательного участка под номером 91 передается Иген Пюрбю. 9 сентября, время 08 часов 5 минут, избирательный участок номер 91. Избирательная компания идет полным ходом. Первый день выборов в Туве отличается традиционной избирательной активностью. Сотни людей уже с утра спешат на свои участки, чтобы своим голосом реализовать свои конституционные права. Одним из первых проголосовал молодой кахемец Айдинг Мунгуш. Я сегодня исполнил свой гражданский долг. И я думаю, что от моего голоса будущее кахема зависит. И вот сейчас спокойно пойду на работу. На участковом избирательном участке под номером 91 предстоит проголосовать около 3000 кахемцам, проживающим в районе второй школы ПГТ Кахем. Всего же в поселке Кахем и Сумоне-Эрбе Козылского района, который участвует в этом году в выборной кампании, зарегистрировано 11 326 избирателей. 91 УИК открылся в свое время, 8 часов. На данный момент у нас присутствуют два наблюдателя с общественной палаты. Всего с 8 часов, как видите, избиратели идут очень активно. Уже до начала открытия УИК у нас уже на улице, как вы видели, уже была очередь из избирателей. Я думаю, что избиратели у нас очень активные. Уже с самого утра идут активно голосовать. И на данный момент нарушение пока не зафиксировано. Среди избирателей, которые пришли выполнить свой гражданский долг, нашей съемочной группой был замечен один из известных в республике сосудистых хирургов Росик Южигет. Сегодня отличное настроение. Выбор, прежде всего, это гражданский долг. Если ты гражданин государства, ты должен участвовать в жизни государства и, прежде всего, нашей республики. Поэтому я пришел на выборы дать свой голос и определять будущее нашей республики и страны. Без учета сегодняшнего дня Туве, как и всей России, предстоит еще двухдневный избирательный марафон, который завершится 11 сентября. Очень много проделал работы для того, чтобы сегодня все пришли и так очень обоснованно выбрали кандидатов в депутаты. Надеюсь, что все у нас получится и тех, кого выберут, будут работать на благо. Напомним, в республике идут выборы депутатов, представительные органы некоторых муниципальных образований и дополнительные выборы в Верховный Хурал Тувы. И вновь к теме ликвидации стихии в листах Тувы. 20 дней пожарные авиалесоохраны Тувы боролись с пожарами в Рязанской области, куда вылетели на помощь 23 августа. Помогали ликвидировать очаги возгораний в Омском и Мещерском заповедниках. Площадь пожаров составляла более 40 тысяч гектаров. Сегодня в 12 часов 20 минут 50 десантников авиалесоохраны прибыли в Туву, чтобы начать спасение тайги от пожаров на своей родине. Самолет приземлился буквально 10 минут назад. Сейчас мы встречаем десантников авиалесоохраны Тувы, которые прямо с трапа отправят на разные точки возгорания республики. Вот так, практически не ступив на землю, по прибытию в аэропорт огнеборцы-десантники сразу же собираются к вылету на места пожаров в республике. Несмотря на прохладную погоду и небольшой дождь, ситуация остается сложной. Пока не обработаешь, он все равно будет гореть. А как его обрабатывают? Обрабатывают по кромке, лопатами. То есть копаем, прокапываем минполосу, где-то минполосу, где-то просто по кромке обрабатываем. Как по ситуации смотреть надо. Парашютно-десантная группа 20 дней жила и работала в полевых условиях. Сегодня их вновь отправляют на встречу со стихией. Как только разберут все необходимые вещи, пожарных разделят на три группы. Люди сейчас прилетели, сразу же, получается, уезжают по своим оперативным точкам в Сар-Эксеп, в Тоджу и в Шаганар. И после чего будут сразу же задействованы на действующие лесные пожары по республике. На утро 9 сентября в Туве действует 17 лесных пожаров. В республике объявлен режим чрезвычайной ситуации. Напоминаем, что все въезды в лес запрещены и перекрыты сотрудниками ДПС, МЧС, МВД и Росгвардии. И возвращаясь к теме единого дня голосования. Избирательные участки Тувы по выборам в представительные органы в ряде муниципалитетов и дополнительным выборам в Верховный Урал Республики Тува приступили к работе. Всего работают 68 УИКов. Из них 35 участков в Кызыле. Слово Инни Клаян. В Кызыле участковые избирательные комиссии начали работу с 8 утра. Голосование проходит в условиях пандемии. Поэтому на выражение своей гражданской позиции избирателям дали три дня вместо одного. В пятой гимназии Кызыла работают 28 и 29 участки. Безопасность превыше всего. Поэтому на всех избирательных участках в обязательном порядке каждому выдаются перчатки, маску. На входе измеряют температуру и обрабатывают руки антисептика. Следят за соблюдением социальной дистанции. Одним из первых свою гражданскую позицию выразил глава Тувы Владислав Хавалык. Владислав Хавалык отметил, что традиционно семьей участвует в выборах. В первый день голосования он дал оценку подготовки избирательных участков. Процесс проходил спокойно, в режиме конструктивно. Все кандидаты партии выдвинулись в программу. Не замалчивались проблемы. Это очень важно. В итоге хочу, чтобы победили избиратели. Это очень важно. У нас впереди очень много созидательной деятельности. Всем удачи. Приглашаю всех прийти на выбор. Здесь работает пять членов комиссии. Общественные наблюдатели в количестве семи человек. А также на участках дежурят по трое сотрудников полиции, контролирующих ход голосования. Как отмечают члены избирательной комиссии, люди идут непрерывным потоком. Сегодня можно было даже наблюдать, что избиратели, не дожидаясь открытия УИК, уже до восьми часов пытались пройти на участок, проголосовать. Ну, конечно, это еще связано, что все-таки сегодня не выходной день в республике. Люди работают, стараются перед работой проголосовать. Явка у нас хорошая. Люди идут с настроением, с удовольствием. В Туве должны избрать депутатов Верховного хурала по Восточному и Судхольскому одномандатным избирательным округам. Жители городов Кызыл, Туран, Матгунтайдинского района и села Алданмадр Судхольского района будут избирать депутатов в местные представительные органы. Помимо основных муниципальных выборов будут проведены дополнительные выборы в хуралы представителей Барунхемчикского района, поселка Кахем и села Эрбек Кызылского района. В целом, жителям республики предстоит избрать 88 депутатов. Я думаю, что каждый сознательный гражданин сегодня возьмет, найдет время и придет, проголосует, потому что от выборов зависит будущее наше. Как говорят выборы, мы делаем выборы для того, чтобы сплотить народ. После сплочения народа мы идем на вызовы, на любые вызовы, экономические, политические, любые вызовы, чтобы людей собрать вместе. И мы идем на выборы, чтобы определять свое будущее. Не менее активно голосование проходит и в 15-м лицее, в котором расположен 15-й участок Чеховский. Порядок тот же. Принимать участие в выборах – значит принимать участие в выборе путей развития республики. Такую позицию выражают жители Тувы. Мы сами должны выбирать будущее нашего города и республики. И вообще, ну вот, надо ходить. Когда ты голосуешь, ты имеешь потом моральное право требовать от своего депутата те или иные задачи. Для обеспечения гласности, открытости и прозрачности на избирательные участки привлечено 347 наблюдателей. На каждый избирательный участок в среднем приходится по 5 наблюдателей. Для обеспечения соблюдения эпидемиологических требований при проведении выборов задействовано 130 волонтеров. В 17 избирательных участках уже провели досрочное голосование. Избиратели, находящиеся в трудноступных, удаленных местностях, всего проголосовало досрочным голосованием. У нас участвовало 2256 избирателей. Все три дня голосования круглосуточного организована оффлайн-видеорегистрация в помещениях для голосования в 55 избирательных участках, задействованных на парламентских выборах и выборах города Кызылы. Всего активным избирательным правом на выборах могут воспользоваться более 105 тысяч жителей республики. Голосование пройдет 9, 10 и 11 сентября с 8 утра до 20 часов вечера. Инна Клаян, Шалбан Магуша, Замата Чур, телеканал Тува-24. С начала нового учебного года все ученики младших классов Тувы получают бесплатное горячее питание в школах. Чем кормят детей в Эркбекской средней школе узнавала наша съемочная группа. Учащиеся в начале классов обеспечиваются горячим бесплатным питанием. Сейчас мы находимся в Эркбекской средней школе. Здесь ребята получают полноценное и качественное питание. Десять часов утра. В это время учеников начальных классов перемена. Ровным строем учащиеся направляются в самый вкусный уголок школы, в столовую. Детишко рассаживается на места и желает друг другу приятного аппетита. Я калтушку ел. Теперь вот салат. Я ел салат. У меня здесь очень хорошо кормят. Тут кусты кормят. Очень. Для меня здесь кормят очень хорошо. И учит. Сегодня на завтрак ученикам Эркбекской средней школы дают гороховый суп, салат и чай. У каждой школы есть примерное меню, которое разрабатывают на две недели вперед. С учетом потребности растуршего организма. Дети питаются, но в основном очень хорошо. Они почти каждый день едят фрукты, кондитерские изделия. У нас один день первый, второй день второй. Салаты обязательно, молочку обязательно едят. В новом учебном году в Эркбекской средней школе имени Аюна Коваевича Олака обучаются 315 учащихся. Первоклассников в двух классах всего 27. В начальной школе обучаются 135 учащихся с 1 по 4 классы. Все они обеспечены бесплатным горячим питанием. Дети с ограниченными возможностями здоровья, они питаются бесплатно два раза в день. Мы убедились в столовой Эркбекской школе, детей кормят сытно и сбалансировано. Об организации питания школьников мы будем рассказывать и в следующих репортажах. Во всех российских школах с 5 сентября каждый понедельник первым уроком проходят внеурочные занятия «Разговоры о важном». Всего за учебный год будет проведено 34 занятия. В рамках «Разговора о важном» классные руководители и школьники говорят о семейных традициях, государственных символах, современной науке. Они также обратятся к истории и традициям страны, знаниям о природе и человеке, литературе и языкознанию. Школьники также по понедельникам будут исполнять гимн России и поднимать государственный флаг. Подобная торжественная церемония призвана формировать патриотизм и гражданственность у подрастающего поколения. Идея сделать церемонию подъема флага в школах прозвучала еще в августе прошлого года на встрече Владимира Путина с учителями и учениками. С середины августа в Туве идут мероприятия по оживлению статуи Будды Шаке Муни. Сбором лечебных трав и драгоценных камней, которые будут вложены в статую, активно занимаются жители всех районов республики. Процесс подготовки оживления статуи на горе Виланы продолжается. По буддийским канонам в статуе будет установлено древо жизни. Им станет вот эта лиственница. Она сейчас находится на территории Кызыльского лесничества. Ее вмонтируют в полость статуи. Вокруг ее ствола по специальным канонам разложат буддийские реликвии. Священные тексты Манни сейчас отпечатываются на типографии. Жители республики призывают помочь в благом деле. Их надо скрутить, чтобы обернуть ими древо жизни. Нам понадобится, конечно, помощь, потому что очень много политистов. Где-то 370 тысяч экземпляров, по-моему, доказали. Кроме священных свитков, в статую вложат драгоценные металлы, самоцветы, ткани определенных цветов, зерна, а также лекарственные травы. К сбору трав приступили верующие всех уголков Тувы. И вот этот процесс тоже идет. Из каждого района привозят нам полы, лекарственные травы по улице Мира, 15. Уже сейчас в храме мы увидели мешки с шишками ели. Население активно включилось в Буяных-Юле. Благое дело оживления статуи Будды. О дате и времени заложения священных реликвий наш телеканал сообщит дополнительно. Наталья Маспокол, Шалбан Мангуш, Азамата Чур, 2,24. И к теме здравоохранения. Одной из острых проблем Байтагинской кожунной больницы является изношенность здания, из-за чего в больничных палатах было холодно. Сейчас там полным ходом идут ремонтные работы. На настоящий момент в больнице заменены старые окна и двери. Всего закуплено и установлено 109 пластиковых окон и 7 металлических дверей, из которых больше половины уже установлены. На капитальный ремонт системы отопления направлено порядка 13,5 миллионов рублей. Сегодня в больнице трудятся 26 специалистов с высшим образованием и 101 со средним медицинским. Социальную поддержку на аренду жилья получают два врача, двум предоставлено муниципальное жилье. В период с 2016 по 2021 годы в больницу поставлено три автомобиля скорой медицинской помощи. В Кожун по федеральным программам также поставлены пять единиц медицинского оборудования, в том числе передвижной рентгенаппарат, УЗИ последнего поколения и спирограф. В прошлом году по нацпроекту здравоохранения установлен передвижной медицинский ФАП. Добавлю, что до 2025 года по программе модернизации первичного звена здравоохранения запланирована поставка еще шести автомобилей. Сегодня в спорткомплексе Субедей состоялись завершающие игры международного турнира по мини-футболу на Кубок главы Республики ТВА. Всего в соревнованиях приняли участие 192 спортсмена и 4 российских регионов в Икергизии. ТВУ представляли семь команд. НСАЙ, Динамо, Мажалок, команда главного управления МЧС по республике ТВА, Тандеула, Барум и Кызыл. Финальные игры идут уже сейчас. Наш канал ведет прямую трансляцию из спорткомплекса Субедей. За третье место будут бороться команды из ТУВЫ, Мажалок и НСАЙ. За первое место команда ИРАЙРА из Иркутской области и ФК Лига ПРО из Хакасии. Дополнительно будут определены лучшие игроки по линиям. Лучший вратарь, лучший нападающий, лучший игрок, которые будут награждены ценными призами. В ТУВЕ окончен археологический сезон. Итог работ был проведен на пресс-конференции, которая прошла в скульптурном комплексе Центр Азии. В мероприятии активное участие принял глава ТУВЫ Владислав Ховалык, заинтересованы результатами ряда открытий, значение которых крайне велико для региона и для страны в целом. Рассказывает Сегвин Пырбю. Приветственное слово было предоставлено главе ТУВЫ, который с огромным интересом наблюдал за археологическими исследованиями в республике. Открытие археолога способно изменить интерес к целому региону, что и произошло с ТУВЫ. Благодаря открытию Усть-Киевского кургана Аржан-2 наша республика стала центром притяжения для многих людей. Открытие нетронутого кургана Аржан-2 с царем и царицей для ученых и следователей до сих пор остается знаковым событием. И вот открыты новые горизонты для исследований. Экспедиционной группой петербургского археолога Константина Чугунова было обнаружено еще одно незатронутое временем и расхитителями гробниц захоронение знатного скифского воина, хронологически и стилистически близкое ранним находкам. В середине августа мы поняли, что мы имеем дело с непотревожным погребением. И в данном случае было важно соблюдать информационную тишину, потому что, конечно, понятно было сразу, что нас ждет нечто экстраординарное. На пресс-конференции был поднят вопрос и о подготовке собственных профессиональных археологов, а также организации археологических экспедиций силами региональных ученых. Мы пришли к выводу о том, что необходимо развивать свою региональную археологическую школу. На территории республики огромное количество неисследованных археологических объектов. Работа достаточно всем. Начало проложено. Археологи республики в этом году вновь провели самостоятельные раскопки в Чедыхольском районе. Отрадно, что именно в этом году впервые за последние 20 лет состоялась экспедиция, самостоятельно организованная научными и общественными организациями Тувы. В течение июля и августа 2022 года в Чедыхольском кожуне был раскопан курганный могильник Чаосук-1. Хотелось бы надеяться, что это станет первым шагом к возрождению тувинской археологической экспедиции. Пресс-конференция была содержательной. Затрагивали все ракурсы археологических работ. Полную версию встречи можно посмотреть на странице ВКонтакте телеканала Тува-24. Сегодня утром в городе Кызыли на улице Байхакская 6 загорелась квартира на седьмом этаже. Пожарных вызвал охранник Центра социальной помощи семье и детям РС Дажинай. Мужчина заметил возгорание, делая плановый утренний проход. Приехавших огнеборцев охранник оперативно запустил на территорию Центра. Благодаря бдительности РС Дажинай, пожарным без помех удалось подступиться к охваченным огнем квартире и спасти мужчину. Это была вся информация к данному часу. Следите за нашими новостями на наших официальных страницах в социальных сетях и на нашем официальном сайте. В студии был Даян Донсорюн. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова